Сегодняшняя дегустация будет у нас с хамоном. Испанский хамон. Вот с этим хамоном мы сегодня будем пробовать мое вино. Привет, ребята! Здравствуйте, ребята! Сегодня у меня будет дегустация двух вин. Опять моих. Первое у меня будет шерас. А второе у нас с андживези. Вот начнем... А потом закусывать будем хамоном, который я показывал. Хороший хамон такой, испанский. Первое вино у нас будет шерас. Этого года. Молодое вино. Сейчас посмотрим. Цвет хороший, сразу вижу. Цвет хороший. Смотрим. Очень-очень хорошее, насыщенное вино. Полностью село за три месяца. Это вино уже три месяца у меня. Получилось один перелив был. Но оно очень хорошее уже село. Цвет очень хороший. Запах. Запах тоже неплохой. Ну, естественно, что три месяца это еще маловато. Оно будет стоять у меня больше всего. Ну, сейчас попробуем. Очень-очень вкусно. Прямо спелая вишня. Но не кислая. Не кислая, нет, все нормально. Как я и говорил, до этого мы не любим очень крепленные вины. Это вино. Где-то 10-11, максимум 11. Даже, мне кажется, 11 нету все крепости. Поэтому это вино. Очень приятно пить. Очень приятно пить. Ну, сейчас второй тест выйдет уже с хамоном. Сейчас я буду хамон резать. Первый раз, ребята, режу. Даже не знаю, как резать. Но режу. Очень красивый получился хамончик. Тут к нему дается специальный нож. Испанцы вот продают все. Мы этот хамон купили здесь, в Калифорнии. В Костка. Он сейчас продается все. Даже, скажу, какая цена его. Цена вместе вот этого все. И нож, и все. 99 долларов стоит. Вот. Сейчас разрежу. Потому что первый раз, как говорится. Или, ладно, это я оставлю. Лучше я вот этот маленький кусочек, который тонкий, я попробую тонко срезать, чтобы уже не резать ничего. Очень. О! Смотрите, какой пошел. Ох, какой. Сейчас. Вот. Сейчас я это оставлю. И будем вторая. Запах очень хороший. Приятно пить очень, когда это свое вино. Сделано из-за своего винограда. Очень приятное все. В этом году у меня получилось где-то литров, наверное, 8. Потому что у меня кустиков мало было все. Ну. Первый раз, ребята, хамон пробую. Неплохой. Неплохой. Ну, может быть, у нас такой похожий на буженину, но он не похожий. Он потому что немножко жирноватый он больше. Продолжаем, ребята, дегустацию. Это вино у меня санчевези. Сейчас проверим все. Санчевези это виноград стаскани. Итальянский. Ингредиент санчевези это кианти. Вино кианти. Они очень похожи по цвету, но по вкусу они очень отличаются. Очень отличаются от друг друга. Так. И запах отличается все. Тоже вино 3 месяца уже стояло. Тоже полностью очистилось. Без ничего. Без всяких там очисток, фильтров и все. Все осело хорошо. Все чистенькое, свежее. Как я бы уже говорил, ни воды, ни сахара. Никаких там сульфатов. Никаких сер. Ничего здесь нету. Все чистое. Чистый был виноград и все. Ну, сейчас попробуем. Более кислинка здесь больше идет. Но тоже очень хорошее еще. Ну, как я сказал, 3 месяца может быть это совсем недостаточно. Это очень молодое вино сейчас. Все. После этого оно у меня будет стоять уже до весны. Даже, может быть, до лета, до начала лета. Потом я... Это я просто остатки когда переливал. А так оно у меня в бутылях больших все. С них я потом переливаю уже в бутылки все. И готово к употреблению. Ну, хотя, конечно, можно в течение года его все равно пробовать. Но основная масса будет бутылирована в конце весны, в начале лета. Еще раз попробую сейчас хамону. О, очень хорошее. Рекомендую, ребята. Еще раз. Если вы находитесь в Калифорнии или даже в Америке, магазин Костка. 99 долларов вместе с ножом, с постаментами и всеми остальными все. Получите кучу и эмоций, и очень вкусный. Чистый хамон с Испанией. Всего хорошего вам, ребята. Хорошего дня. Желаю вам крепкого здоровья. Радости в жизни. До скорых встреч.